Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах – от Индонезии до Испании. С вами автор «Атласа мира» Александр Дубровский. Помочь Киеву. Как Испания стала одной из верных союзниц Украины. В последние дни появилось много разных новостей, так или иначе связанных с Испанией и с ее действиями в связи с российским вторжением в Украину. Ведущие испанские политики и чиновники делают много заявлений. Мадрид намерен в 2024 году существенно увеличить помощь Киеву. Помимо поставки большой партии оружия и подготовки новобранцев, речь идет о сотрудничестве в самых разных сферах – от энергетики до юстиции. Так сколько денег испанское правительство в ближайшем будущем планирует всего потратить на помощь Киеву, в том числе на прямую военную помощь? Как испанские полицейские помогают расследовать преступления, совершенные предположительно в Украине российскими военнослужащими? Выступает ли Мадрид по-прежнему против того, чтобы ВСУ поражали западным оружием цели на территории России? И готова ли сама испанская армия к началу гипотетического военного конфликта в Европе? Именно об этом и пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в наших аккаунтах в YouTube. Президент Украины Владимир Зеленский в конце мая побывал в Мадриде. Это был его первый визит в Испанию. Поездка планировалась на середину мая, однако была на 10 дней перенесена из-за сложной ситуации на фронте после начала российского наступления в Харьковской области. В аэропорту Зеленского встретил лично король Испании Филипп VI. Важно отметить при этом, что испанский монарх редко сам встречает в аэропорту зарубежных гостей. В последний раз Филипп VI приветствовал так президента США Джо Байдена в июне 2022 года. В Мадриде потом прошли переговоры Зеленского с испанским премьер-министром Педро Санчесом. По их итогам было подписано двустороннее соглашение о сотрудничестве между Украиной и Испанией в сфере безопасности. Подобные документы после начала российского вторжения Киев подписал уже с девятью странами. Педро Санчес после переговоров с Зеленским объявил о новом пакете военной помощи Украине в этом году объемом примерно в один миллиард евро. В парламенте Испании, обычно раздираемом межпартийными спорами по любому вопросу, как внешней, так и внутренней политике, помощь Украине вообще является своеобразным исключением. Никто не сомневается в ее необходимости, несмотря на очень неблагоприятную финансово-экономическую ситуацию в самой стране. Так что решение левого коалиционного правительства Педро Санчеса выделить в 2024 году на эту помощь такие большие деньги, что в два раза больше, чем в прошлом году, полемики не вызвало. Итак, мой сегодняшний собеседник – мадридский журналист и публицист, постоянный автор «Радио Свобода» Виктор Черецкий. Когда Испания начала поставлять вооружение Украине еще весной 2022 года, очень скоро после начала российского вторжения, какие мнения звучали тогда в правительстве и в парламенте? Все сразу были едины или все же были те, кто выступал против поддержки Киева? Все ведущие политические силы и социалисты, и либералы, и консерваторы сразу же выступили за поставку оружия, как и большинство союзников Испании по НАТО и Евросоюзу. Особая позиция была у левых популистов, союзников соцпартии по правящей коалиции. Это раньше партия «Подемос» была, теперь партия «Сумар» называется. Но они тогда критиковали и сейчас критикуют поставку оружия довольно мягко и, в общем-то, не препятствуют этим поставкам. Такая определенная фронта. Мол, мы пацифисты и против любых поставок оружия. Что касается политической поддержки, то буквально все политические силы, от ультралевых до ультраправых, все поддерживают Украину. И осуждают российскую агрессию. А как вообще так вышло? Почему Испания сразу стала в Европе одной из первых, однозначной и весьма верной союзницей Украины? Особенно на фоне, ну, некоторых других европейских государств. Ведь до этого россиян в Испании очень любили. Российские олигархи тут массово скупали недвижимость. Российские спецслужбы в Испании там иногда паслись как на собственном поле. Взаимных официальных визитов между Москвой и Мадридом была масса. И вдруг все стало иначе. Не вдруг и не сразу. Одно время действительно отношения были безоблачные, очень хорошие. Бывший король Хуан Карлос ездил в Россию на охоту. Председатель правительства, бывший Хосе Марии Аснар, даже в свое время называл Путина своим другом. Но с нулевых годов начались проблемы. Испанцы начали отлавливать здесь в нулевых годах российских мафиози. Причем довольно крупные фигуры были отловлены, типа Захария Калашова. А Москва в то время отказывалась помогать Испании в этом деле. Поэтому многие дела ничем не закончились. И в общем-то Испания в определенном смысле обиделась. Потом начались какие-то мелкие пакости со стороны Москвы. То перестали покупать испанскую свинину, а до этого покупали в большом объеме. То запретили усыновление. В Испании разрешили однополые браки. Россия не захотела более давать усыновление детей из детских домов. Ну потом была война в Грузии, с которой у Испании всегда были прекрасные отношения. А далее Крым, Донбасс, аннексия Крыма. Да, я имею в виду война в Донбассе. Ну и вишенка на торте. Это были события в Каталонии 2017 года. Когда испанцы обнаружили, что Россия пытается вмешаться в этот процесс. Для Испании очень негативный. Каталонские сепаратисты пытались отделить в том году свой регион от Испании. И испанцы обнаружили, что россияне, так сказать, пытались поучаствовать в этом процессе. Симпатизировали Каталонии. Это, конечно, вызвало возмущение. Ну и возмущение, как в политических кругах, так и в народе, естественно, вызвало нападение в 2022 году на Украину. Так что предпосылки для ухудшения отношений, я могу сказать, что давно существовали. А, кстати, что сейчас насчет войны и российского вторжения, говорят каталонские сепаратисты. Да, ведь их очень немало обвиняли и упрекали в дружбе с Москвой. Сепаратисты сейчас помалкивают. У них сейчас совершенно иные заботы. Недавно в Каталонии были выборы. Результаты их были довольно спорные. Сформировать новую администрацию региональную трудно. Сейчас они дожидаются результатов выбора в Европарламент. И затем будут думать, какие им коалиции создавать. Так что им сейчас не до России. Кстати, тему дружбы с Россией раздували сами сепаратисты в то время. Им хотелось показать, что у них есть международная поддержка, в том числе со стороны России. Сейчас испанцы стараются строго соблюдать все экономические санкции, наложенные на Россию за ее агрессию. Стараться, я скажу, им особо не нужно и не приходится. Потому что, в общем-то, Испания на официальном уровне не поставляла продукцию или технологию военного или двойного назначения. Никогда не поставляла. В основном речь идет о фруктах, о строительных каких-то материалах и прочее. Сейчас испанцы в огромных количествах покупают российский газ сжиженный. Но он вроде пока под санкции не попал. Еще один момент. В Испании, как, я думаю, вы знаете, есть шустрые очень бизнесмены. Их трудно контролировать. Потому что где-то лет 10-15 назад, я помню, они даже умудрялись поставлять в Иран американские вертолеты. Несмотря на санкции, несмотря на кризис. Но тогда их выловили. Но, во всяком случае, подобные попытки предпринимаются ими. Мадрид заявляет, что убежден, что Россия как страна. Агрессор несет полную ответственность за все людские и материальные потери Украины. До полной компенсации этих потерь немалые российские активы в Испании будут оставаться замороженными. Что испанские власти собираются фактически, ну, со всем этим добром делать? Пока, Александр, этот вопрос не ставится. Государственных активов российских в Испании нет. Так что о них речь не идет. Замороженные активы частных лиц. Что такое замороженные активы? Это, во-первых, недвижимость и какие-то банковские вклады. Состоятельных людей, которые, по мнению испанцев, близки к Кремлю. И они их называют друзья Путина. Но замороженные активы не означают, что этой недвижимостью их владельцы не могут пользоваться. Им запрещено лишь продавать свою эту недвижимость. А пользоваться ради Бога. Что они и делают многие. Теперь, что касается финансов. Есть определенный трюк с деньгами. Заморозили у какой-то семьи состоятельные их финансовые активы. Жена, супруга, вот этого олигарха, может прийти в суд и сказать судье, что, дескать, сейчас пересылать деньги по банковской системе ее супруг в Испанию не может. Она здесь живет с детьми. Дети учатся в школе. А вот еду покупать у нее не на что. Так что судья принимает в таком случае решение разморозить часть этих активов, чтобы было детям на еду. И еще есть трюк, что состоятельные люди, россияне, могут нанять хороших адвокатов. Эти адвокаты будут доказывать испанским властям, что их клиенты вовсе не друзья Путина. Они потомственные правозащитники, сторонники демократии, так сказать, прав человека и прочее, прочее. И если им это удастся, а в ряде случаев это удается, то активы размораживаются. Сама-то Испания переживает тяжелый кризис и политический, и особенно финансово-экономический. А как испанский бюджет смог осилить такие, в общем, большие расходы на помощь Украине? Действительно, внешний долг Испании колоссален, огромен, рекордный, никогда такого не было. Но логика такая, одним миллиардом меньше, одним миллиардом больше. Какая разница? Членство в Евросоюзе не дает государственным членам разориться. Ну и Испания потихоньку выплачивает свои долги. В этом году, кстати, считается, что доходы от туризма будут рекордные. Испания сможет частично, так сказать, начать расплачиваться. В предыдущие пакеты испанской помощи Киеву входили и танки, и бронетранспортеры, и патрульные катера, и ракеты разные, и артиллерийские орудия, гранатометы, стрелковое оружие, боеприпасы, беспилотники, приборы ночного видения, там, средства связи, каски, бронежилеты, зимнее бандирование, и все на свете. А что входит в этот новый пакет помощи, о котором Педро Санчес вот объявил в конце мая, во время визита Владимира Зеленского? Оружие, которое вы перечислили, Александр, оно и поставлялось, и будет поставляться в дальнейшем. Принципиально новое то, что увеличены в два раза ассигнования. Речь идет о том, что испанцы на помощь Украине выделят до конца года более миллиарда евро. В первую очередь будут поставлены ракеты к зенитному комплексу Патриот. До сих пор было поставлено всего пять ракет. Они дорогие, да, два миллиона за штуку. И украинцы в них нуждаются. Принципиально новое это начало поставок артиллерийских снарядов крупного калибра. 120 миллиметров и 155 миллиметров. Раньше испанцы даже танки поставляли без снарядов. Они не производили своих снарядов, покупали за границу. Теперь налаживается в Испании собственное производство снарядов крупного калибра. И будут поставляться в Украине. Еще отдельно хочется подробнее поговорить о будущей поставке ВСУ новой партии испанских танков немецкого производства «Леопард-2А4». Есть тут интересные подробности. Я вот помню, например, что в испанской Сарагосе тренировались для этого специально украинские танкисты. Да, все верно. Теперь в новый пакет входит 19 танков. Причем 10 танков будут поставлены незамедлительно, остальные 9 чуть позже. И, разумеется, будут для них готовить экипажи. Однозначно, они уже готовятся. Сейчас все танки на капитальном ремонте. Они были списаны из испанской армии 10 лет назад, хотя машины не очень старые. Они 80-го года выпуска. Им сейчас меняют электронику, систему наведения, ставят приборы ночного видения и пытаются как-то усилить броню. Хотя танки и так это довольно тяжелые машины. Это их слабая сторона. Сильная сторона – это хорошая 120-мм пушка. Она, естественно, гладкоствольная, поскольку это лучше как для ресурса орудия, так и для кучности стрельбы. И по дальнобойности, как утверждают испанские специалисты, эта пушка превосходит российские аналоги. Ну, кстати, заряжается это орудие вручную, по старинке. Кроме танкистов, испанские офицеры собираются ведь готовить и тренировать еще очень много других военнослужащих из Украины. А каких специальностей? Продолжится подготовка новобранцев-пехотинцев. Новобранцев, да, то есть людей, которых пока еще не имеют никакой подготовки. Со времени начала конфликта уже подготовлено 4000 таких новобранцев. До конца года еще 400 будет подготовлено при общевойсковой академии испанской в городе Толедо. Это недалеко от Мадрида, 60 километров. Ну, а всех, кто будет общаться с испанским оружием и оборудованием, да, каким-то военным, ракетчики, артиллеристы, саперы, операторы дронов, военные медики, проходят, так сказать, обучение на базе различных воинских частей Испании и учебных заведений. Вы слушаете «Напоминаю» наш подкаст «Атлас мира». Вместе с мадридским журналистом Виктором Черецким скоро мы к вам вернемся. Привет! Меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ. Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории. Я, будучи мусульмально, автоматически перекрестился. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах. А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с мадридским журналистом Виктором Черецким продолжаем разговор о внешней политике Испании в отношении Украины и России и о том, как Мадрид стал верным союзником Киева. В целом, в общем контексте происходящего в мире, интересно, а готова ли сама испанская армия к началу гипотетического военного конфликта в Европе? В каком состоянии находятся вооруженные силы Испании? Критики правительства в испанских СМИ в последние годы очень много говорили о том, что состояние у них, в общем-то, паршивое у испанских вооруженных сил. В первую очередь, потому что их десятилетиями, как и почти везде в Европе, не финансировали. Даже наоборот, постоянно урезали и все сокращали. Да, совершенно верно. Армия в Испании уже 20 лет профессиональная. Но военная профессия, так скажем, не самая популярная профессия в Испании. Помимо убогого финансирования, еще низкая оплата, скажем, рядовой испанской армии, получает в полтора или даже два раза меньше, чем обычный полицейский городской, который выполняет обычные, так сказать, функции полицейские в Испании, смотрят, чтобы владельцы собак убирали за своими животными во время прогулки. Вот так. Общая численность армии – 122 тысячи человек. Из них 16 тысяч женщин. Причем они служат в строевых частях, так скажем. Есть женщины, танкисты, артиллеристы, пулеметчицы. Насколько это способствует боеспособности армии, я, честно говоря, не знаю. Некоторые испанцы сами сомневаются. И большой процент иностранцев, латиноамериканцев, пехоти. Я не знаю, какая у них военная подготовка, но общая подготовка, конечно, у них слабовата. И испанские военные давно уже участвуют в различных миротворческих миссиях. Но боевого опыта, как такового, они, в принципе, не имеют. Все знают про знаменитый французский иностранный легион, но, наверное, немногие знают, что и в Испании есть примерно такое же подразделение или, в общем, даже большое воинское соединение, испанский легион. И он издавна считался, наверное, самой элитной или одной из боеспособных частей испанских вооруженных сил. А про него что сейчас можно сказать? Можно сказать, Александр, то, что вы уже сказали. Это самое боеспособное подразделение испанской армии. Вот именно они-то и выполняют функции всякие миротворческие. Вот были в Югославии, сейчас где-то на севере Ливана, где-то в Африке, в Ираке были. В общем-то, трудно даже сказать, где они не были. Где горячие точки, куда НАТО и Евросоюз посылают военных, там присутствует легион. Ему уже более ста лет. Это действительно самое боеспособное, самое подготовленное подразделение испанской армии. В нем участвуют и испанцы, и иностранцы. По-моему, даже есть россияне, но немного. Выступает ли Мадрид при этом по-прежнему против того, чтобы вооруженные силы Украины поражали западным оружием цели на территории России? Некоторые государства НАТО, в частности и Испания, ведь спорили с генсеком НАТО и Йенсом Столтенбергом в последние месяцы, заявляя о неготовности пересмотреть вот эти ограничения. Потому что в целом ряд лидеров и политиков на Западе указывают на риск эскалации вплоть до применения России ядерного оружия, если Украина начнет поражать объекты на российской территории вот этим западным оружием. Испанские политики что говорят на сей счет? Вот буквально на днях министр иностранных дел Альбарес заявил в прессе, что этот вопрос сейчас для Испании не актуален. Так и сказал, да? Почему? Потому что страна, Испания, не поставляет оружие, которое может быть использовано для поражения объектов в России. Так он объяснил. Вместе с тем Альбарес сказал, что, в общем-то, полемика оправдана, потому что именно на территории России концентрируются, так сказать, войска и техника, которые затем используются в боевых действиях. Поэтому удары по этим объектам, по его мнению, могут быть оправданы. Но в данном случае я просто что могу отметить, что Испания обычно ориентируется в таких спорах на мнение союзников по НАТО и в первую очередь на мнение США. Поскольку до сих пор были колебания на этот счет, то и Испания колебалась. Теперь, я думаю, выбор будет сделан однозначно. Какие еще области сотрудничества намечены на ближайшее время между Мадридом и Киевом? Ну, там, полицейское, промышленное. Помнятся, испанские исследователи ведь уже помогали расследовать преступления, совершенные в Украине российскими военнослужащими, да? Да, совершенно верно. В декабре 22-го года в Украину отправились 11 испанских полицейских и гражданских гвардейцев, то есть жандармов. И они работали на 15 гражданских объектах Украины. Причем объектах, далеких от линии фронта и разрушенных ракетными ударами России. Что предстояло выяснить и что они выяснили, хотя, в общем-то, результаты здесь не афишировались. Их исследования, результаты они передали в украинскую прокуратуру. Они изучали, были ли эти удары, повторяю, по гражданским объектам, были ли они, скажем, случайными, или здания были повреждены какими-то осколками, или же эти удары по гражданским объектам наносились умышленно. Если они наносились умышленно, если жертвами стали мирное население, то это, конечно, военное преступление. Ну и это сотрудничество будет продолжено? Да, разумеется, разумеется. Ну, каких-то конкретных данных я вам указать не могу, но будет это сотрудничество полицейское продолжено. Теперь, что касается сотрудничества в области промышленности. Тут очень интересный есть момент о сотрудничестве, что предлагает Испания в области оборонной промышленности. Да, оборонки. Идея в том, чтобы оборонная промышленность Украины была бы интегрирована в эту отрасль Евросоюза, то есть смогла бы участвовать в совместном производстве военной техники, тех же самолетов. Вот пример. Испания сейчас участвует совместно с другими странами, Францией и Германией, к примеру, да, в производстве истребителя Еврофайтер. На Украине есть, это известно, есть соответствующий персонал и техническая база для участия, скажем, в совместной работе над самолетами, над истребителями теми же. Ну, и Украина могла бы при этом приобщиться к самой современной технологии, да. Но это все, конечно, намечается после войны. На какую дальнейшую поддержку смогут рассчитывать теперь, ну, примерно 200 тысяч украинских беженцев, находящихся на территории Испании, по официальным данным? Для всех категорий беженцев, я имею в виду, так сказать, категории беженцев по срокам, да, кто раньше приехал, кто позже, кто здесь живет, для всех, для них есть возможность получать медобслуживание и учить детей бесплатно. Это для всех. В первые полгода после приезда они получают полное гособслуживание, включая жилье, питание и так далее. Вторые полгода небольшое пособие и разрешение получает, официальное разрешение на работу, по найму. Ну, и потом, уже через год, люди должны сами зарабатывать на жизнь. За исключением, конечно, тех, кто не может, скажем, престарелых, стариков, инвалидов и так далее. Вот эта вот категория людей продолжает получать пособие. И что можно сегодня сказать? Какова статистика? 20 тысяч украинцев уже работают по контракту. Тысячи других тоже работают. Я имею в виду только беженцев. Тоже работают, но без контракта. И тут статистики нет. Что значит работать по контракту? Это когда ваш работодатель за вас вносит сумму довольно большую в систему социального страхования. Но те, кто работодатели не могут или не хотят носить, тогда он предлагает вам работать негласно, неофициально. И много таких. Много женщин работают в семьях по 3 часа, по 5 часов, почасовая работа. В семьях по обслуживанию, по уборке, уходу за пожилыми людьми, детьми. Где-то им платят 10-12 евро в час. Многие мужчины, естественно, работают на стройке. Это самая специальность, востребованная в Испании. Особенно такие профессии, как сварщики, электрики, плиточники. И, в общем-то, неплохо зарабатывают, сами себя кормят. Я имею в виду беженцев. Потому что помимо беженцев здесь еще до войны было порядка тоже 200 тысяч украинских эмигрантов. Напоминаю, что я беседовал с Виктором Черецким, мадридским журналистом и обозревателем, постоянным автором «Радио Свобода». Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, Apple Podcasts или Google Podcasts до CastBox и, собственно, нашего сайта «Свобода.org». Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наши каналы в YouTube. А я, Александр Дубровский, с вами на этом прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем! Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова